Сегодня мы немножко поговорим про 25-ю страницу трактата Ивамот. И здесь очень важная концепция, то есть пара межнаетная нашей страницы, и они все связаны с очень важной концепцией, которую мы часто называем Марит Айн, чтобы не выглядело, не было плохих подозрений. То есть мы обязаны не только соблюдать заповеди, будь то заповеди Тора или заповеди Равинов, но мы еще не должны вызывать своим поведением подозрений. Даже если мы знаем, что мы ничего плохого не сделали, все равно иногда бывает, что человек дает повод к плохим слухам и подозрениям, и это тоже неправильно. Я сначала приведу примеры из наших мишны, и будет продолжаться это еще на следующем уроке, в следующем мишне будут детали некоторые обсуждены, а потом приведу некоторые примеры из современной жизни, что на самом деле это не очевидно, когда относятся подобные вопросы. Так вот, говорится здесь, что тот, кто приносит гет, разводное письмо из далекой страны, мы будем учить в трактате Гитин в самом начале, что он должен, тот, кто принес гет из заморской страны, должен сообщить, что этот гет был написан и подписан перед ним, что он присутствовал при подписании гета. Там был диспут, почему именно, одно изменение, чтобы проверить, что это действительно было сделано правильно, этот гет, лишь ма с правильной концентрацией ради вот этой именно пары. Потому что гет, который просто написали, знаете, как бланк просто на всякий случай, а потом решили использовать для развода, он не годится. Нужно гет, чтобы написали специально для данного развода, для этой пары, которая разводится. В общем, одна из причин, что ради того, чтобы он, зная, что он принес из далекой страны, что будет, во всяком случае, человек, который просвидетствует, что гет был сделан правильно. Есть другое мнение, что из-за того, что иначе невозможно будет проверить свидетелей. Но, во всяком случае, он должен, получается, на него мы полагаемся в том, что этот гетт кошерный. Так вот, теперь он сам не может жениться на этой женщине. То есть, женщина, которая стала разведенной с помощью этого гетта, так как весь развод зависит от его свидетельства, то получается, что будет подозрение, может он специально свидетельствовать неправильно, чтобы потом на ней жениться. Чтобы люди не говорили, чтобы слухи не пошли плохие. То есть, если он сам сказал, что этот гетт правильно был написан, то теперь он не может на ней жениться. И так же, если он сказал, что муж умер, муж этой женщины умер. Опять же, мы увидим позже в конце нашего трактата, что и одного свидетеля достаточно, чтобы сообщить, что муж какой-то женщины умер, она может выходить замуж. Но он сам не должен на ней жениться. А в следующей, Мишни, на второй стороне страниц еще примеры подобного. А именно, скажем, если какая-то женщина поклялась, и из-за этой клятвы теперь они разводятся с мужем. И они пытались сначала аннулировать клятву, она пошла к мудрецу, и мудрец не нашел никакой возможности аннулировать клятву. То теперь он сам не должен на ней жениться. Опять же, будет выглядеть, что он специально, может быть, положил на нее глаз, хотел на ней жениться, поэтому не нашел и способ аннулировать клятву, чтобы потом на ней самому и жениться. И если же он один из нескольких судей, например, перед ним была сделана халийца, или миун, миун – это когда маленькая девочка, которая вышла замуж только по раввинскому закону, она может сама отказаться от мужа, ей гет не нужен. Если он был из трех судей, которые присутствуют при вот этом отказе, миун – это отказ, отказ от мужа, то он имеет право на ней потом жениться, потому что в данном случае он не единственный судья. Только если от одного человека зависит свое свидетельство, как в предыдущих случаях, как свидетель смерти мужа, или как кто-то принес гет из заморской страны, или это как мудрец, который не смог аннулировать клятву, в этих случаях пойдут плохие, может быть, слухи, если он потом сам на ней женится. Так вот я хотел несколько слов в общем сказать об этом вопросе, что, значит, запрещено из-за морита, из-за того, что выглядит, что что-то сделали не так. На самом деле, это не очевидно. Вот я вам задам пару вопросов, подумайте над такими вопросами сами. Некоторые примеры мы знаем из самих Хазаль, и они отнюдь не очевидны, нам бы в голову не пришло, скажем, что нельзя развешивать одежду мокрую в субботу, потому что подумают, что ты это постирал. С чего такое могут подумать? Но вот Хазаль это запретили. Если человек пропал под дождь, он когда приходит домой, он не может даже внутри дома повесить, сушиться одежду мокрую. Только он может повесить там, где она обычно висит, специально развешивать, чтобы выглядело, что она мокрая и теперь сушится. Казалось бы, люди должны понять, что наверняка она была мокрой в саму субботу, стала мокрой по какой-то причине, поэтому он повесил. Тем более, если до этого дождь шел. Я бы, например, никогда не подумал, что человек постирал одежду в субботу. С какой стати я такой подумаю про религиозную вред, что он постирал одежду. И тем не менее, раввины это запретили. И более того, запретили, по большинству мнений, даже внутри дома, даже когда никто не видит. Есть еще примеры того, что раввины запретили. Конкретно, вот мы знаем из Талмуда, то или другое запретили. Но есть случаи, когда в Талмуде ничего не сказано, это что-то, а у нас вот такой вопрос. Вот я вам задам несколько вопросов. Скажем, допустим, я живу в месте, где нету кошерных магазинов. Но есть обычные супермаркеты. Большая часть пищи в этих супермаркетах не кошерная. Но есть кое-что и кошерное. Мяса обычно у кошерного нету. Хотя у некоторых есть секция кошерного мяса. Но у многих нету даже такой секции. Если район, где религиозных евреев почти не живет. Вот, допустим, я когда ходил в университет, университет Принстона. Там почти, кроме студентов, не было религиозных евреев. Был Хаббат, дом Хаббат, как в большинстве университетов Америки. И была еще одна религиозная семья, если я правильно помню. Одна соблюдающая субботу семья. И был еще один профессор, который тоже соблюдал шаббат. А в остальном, все вокруг жители, там евреев очень много, кстати, живет. Они все были не соблюдающие. Вот. И только студенты. Студентов было немало соблюдающих в самом университете. Но у нас была своя кошерная столовая. Так вот, я могу, например, ходить в магазин местный, в котором пища в основном не кошерная. Но кое-что кошерное можно купить. Фрукты, там, овощи, какие-то, может быть, совсем простые продукты, на которых стоит ОЮ. Немало продуктов в Америке, даже простых, там, какой-то майонез, кетчуп, можно найти с определенными знаками кошерности. Но основной, да, магазин не кошерный. Я думаю, большинство со мной согласится, что нет никого маритайн в этом. Что зайдя в магазин, никому к вам не придешь, что я пошел там покупать свинину или там трефное мясо, да. А вот, допустим, то же самое, но уже ресторан. Не кошерный ресторан. Тут уже многие скажут, что нельзя идти, что это будет как своего рода маритайн в этом есть, да, запрет, так сказать, сделать, создавать впечатление, если я сижу в никошерном ресторане, даже не видят, что я точно там ем, но тот факт, что я там сижу с кем-то, да, допустим, я пришел просто навстречу деловую и заказал исключительно Кока-Колу, да, мне дали банку с Кока-Колой одноразовую, поэтому ее пить не запрещено. Даже если мне дали, например, стакан для нее, сам стакан, может быть, и не кошерный, хотя я не уверен, на самом деле, стеклянные стаканы, в которых только холодные жидкости пьют, наверное, он даже и не факт, что не кошерным стал, но, допустим, даже стал стакан не кошерным, но ведь чистый стакан, его можно по букву использовать для питья кошерной жидкости, поэтому даже чтобы в этом стакане когда-то горячее не кошерное пили, и даже если мнению следовать, что стекло принимает вкус не кошерный, да, то есть, допустим, там, не кошерный кофе какой-нибудь пили, бывает не кошерный кофе, хотя редко, да, и горячий, допустим, горячий напиток, сделал стакан некошерным. Но я могу холодный кока-колу из него пить. Другое дело, если ресторан принадлежит еврею, то может быть проблема в том, что стакан не окунули в микве. Но, допустим, ресторан полностью нееврейский. Тогда нет проблемы, что стакан не окунали в микве, потому что неевреи же не окунают свои стаканы в микве, у них нет никакой в этом обязанности. Поэтому и я имею право нееврейский стакан использовать для питья, например, кока-колы. Так вот, допустим, я в этом ресторане исключительно пью кока-колу. Ну, должен выйти просто на встречу деловую, пришел с неевреем на деловую встречу, и он заказал себе полную трапезу, а я себе заказал кока-колу, допустим. И тем не менее, многие скажут, что это уже запрещено, потому что это выглядит, да, люди не видят точно, что я там ем или пью. Но они видят, что я сижу за столом, и у меня передо мной что-то такое стоит там, вот, и подумают, что я, может быть, что-то некошерное ем. Но не все с этим согласятся, другие скажут, что нет в этом никакого моритайна. В этом уже есть диспут равинов. Я просто хочу сказать, что это очень такая неочевидная ситуация, что считается моритайна, что нет. Особенно в случаях, когда конкретно равины нам ничего не сказали. Будет ли это в этом моритайна? И много подобных вопросов можно задавать. Вот, например, если человек уже едет в метро и наступает суббота, поезд задержался, он наступила суббота, обязан ли он сразу выйти из поезда, или он может продолжать ехать. Но если он вне города, то еще есть вопрос с Тахумием, о которых мы говорили в трактате Рувин. Но если внутри города, да, он как бы никакую работу этим не делает, тем, что он остался в вагоне сидеть. Но если в этом моритайне, что религиозный еврей сидит в вагоне, особенно если видно, что он религиозный еврей, в вагоне, когда уже шаббат начался. Да, вот все эти вопросы, они от них не очевидны. Когда есть моритайна, когда нет. Ну вот концепция существует в еврейском законе, что недостаточно знать человеку, что он не грешит. Но нужно еще и стараться показать всем, да, не составить впечатление, что что-то делает не так. И на этом мы на сегодня закончим. Если вам нравится видео, пожалуйста, жмите лайк.